Эту розочку Олечка спасла. Она уже совсем пожелтела. Была в горшке, такая комнатная розочка. Обычно в горшочке на подбоконнике стояла. И вдруг стала вот желтеть, все листики пожелтели, веточки. Она ее перенесла вот на клумбу возле террасы. Сюда. И посадила постепенно в сухие веточки, отпали листики, и вот пошли новые побеги. Это вот все-все новенькое, абсолютно. И потом она расцвела вот такой замечательно огромный розовый. Если были такие розочки махонькие на самом растеннице, вот в том, которое было в горшке. Мелкие розочки, такие как комнатные. То эта такая большая, что вот даже ее опирать надо по стволе, потому что опускаться настолько тяжело. Это обыкновенная получается такая вот размером, как обычная садовая роза. И еще вон сколько бутончика вверху. Просто ожила, ей так здесь понравилось. Красота. Гладиолус еще цветет. Остальные уже отцвели. И вот еще питонию Оля посадила. Какие красивые. Питонию здесь нравится. Очень солнечно здесь и бывает. Даже сухо когда. Вообще лето сухое в этом году. Хоть и полив, но яркое солнце и не очень много воды. Не всем цветам это подходит. Но питония чувствует себя превосходно. Такие веселенькие. Такие веселенькие. Эти цветочки были на самой клумбе. И на солнышке вот как раз им совершенно не нравилось. Олечка их пересадила в эти вот ящики. И мы поставили их на террасу. Сразу они вот ожили. И вот эти все листики зеленые, красивые, свежие. Это все новенькие. На клумбе были совершенно они другого вида. Такого мало цвели, были маленькие. Они, наверное, сейчас раза в три выросли здесь. Вот в хорошей почве. В ящиках. И не на ярком солнце. Влаги достаточные. Они не очень любят яркое солнце. Вот такие красивые. В ящиках. В ящиках. В ящиках. В ящиках. От бегоний. Переходим плавно. Дальше. вот такие у нас еще есть плетущиеся плющ веточки такие вот у него разрослись был махонький потом вдруг пошел в рост до хлорофитом от водочек так пошел в рост быстро вот такие у нас еще есть цветочки ну и вот такой красавец пушистый называется сенетсио гималая в общем гималайский какой-то сенетсио и вот такие у нас есть гераньки здесь уже чувствуется осень конечно начинается сентябрь и всегда воспоминанием детства начала школы и астры в осеннем букете вот тут Олечка выращивала зелень петрушка укроп то есть так по хозяйски георгины цвели в этом году они маловато со сравнением с прошлым это еще клубни того года и вот алоэ на свободе всегда разрастается и оживает на зиму его потом заберем в дом ну почти что перезимовала эту зиму это было слишком для него даже чуточку подмерз больше не надо рисковать заберем в дом это на свободе с окон переехавшие с потифилу елочка найденыш который мы нашли в прошлом году у двери прям как кто-то нам ее положил растет здесь такой вот садик цветочный начало сентября вот еще вышла эту розочку снять она сзади террасы но она необычно каким-то образом решила распуститься ближе к осени уже весь этот куст розовый отсвел давно а вот она одна распустилась еще бутончики вот там каждому цветочку свое время и не обязательно тогда когда цветет все растение осенние красные ягодки а в Продолжение следует...